Как-то к животу дело близится. Человек, о котором я буду рассказывать, это уже скорее 20-й век. Он родился в 1858 году, умер в 1936 году. Зовут его Раф Йосеф Руджин или Розин. По-разному, по-моему, Розин все-таки, положено произносить его Розин. Но народ, если вы начнете говорить про Рафа Йосефа Розина, просто даже не сообразит, о ком идет речь, по причине того, что его знают все как Рогачев Аргаон, как гений из Рогачева. Книжки он, значит, у него биография ну просто никакая. Он родился, учился и писал книжки. Чем я горжусь? Один из моих учителей, Раби Авром Меллер, помнит Рогачевского Гаона. Правда, он тогда был, говорит, совсем маленький, учился в Дешеве. Но в это время Рогачевский Гаон учился там же, учился и работал. Значит, стиль учебы у него феноменальный был абсолютно. Это стоял, представьте себе, вот огромный стол типа деревенского русского стола. Ну, представляете, там вот с досок огромных сделан, сколочен огромный бельный стол. Значит, вдоль него лежит куча раскрытых книг, а он ходит кругами вокруг этого стола и читает их все одновременно. это он изучает темы. Они все открыты, эти книги, на нужных ему местах, и он одновременно смотрит их всех. Читать его книги абсолютно дело такое. Человек, который популярности никогда не получит, если читать его книги вот просто как они написаны. По одной простой причине. Это книги сверхвысокой квалификации, где автор, вместо того, чтобы рассказывать что-то своими словами, просто ставит ссылки. По этому поводу его книги, они выглядят аен, 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 аен. Аен – это повелительное наклонение «смотри». «Смотри там-то, там-то, там-то» и огромное количество ссылок. Он написал комментарий к Хумашу целиком. Серию комментариев Талмуда к Шельханаруху и чего он только не написал. Свои какие-то мысли по разным поводам, но все они написаны именно в этом стиле. То есть, не будучи грамотным человеком, ее прочесть. Вот источники может только неленивый человек, который все, на что сослался Рогачевский Гаон, откроет и прочтет. И тогда он узнает, что нам хотел сказать Рогачевский Розен. Рогачевский Гаон. Но, к нашему счастью, в XX веке был человек, которого звали Раф Минахев Кошер, который проделал некоторую важную работу. Он во-первых издал книги Рогачевского Гаона, снабдил их некоторыми примечаниями своими. Причем Раф Кошер, чтобы было понятно, это уникальная личность. И его знают по другой книге. Это вот такой супер многотомник. Называется Тараш Лема. Формат, чтобы было понятно, формат у нее вот такой. А сколько в ней томов? Я, по-моему, 36. Ты только не лицевой стороной к нам повернул. Сейчас я попробую показать, как устроить. Тараш Лема. Тараш Лема. Тараш Лема. Ну, да. Ну, как-то так, да. Да. Значит, выглядит так. Это стиль… Значит, тут надо знать одного очень важного предшественника. Это Рафа Эпштейн. Значит, Рафа Эпштейн – это Польша. Значит, и двадцатый уже век. Ехель Михель. Это Эпштейн. Это польский автор. Он написал несколько важных книг. Одна из них очень хорошо всем известная книга, всем, кто изучает Тору внимательно. Эта книга называется Тарат Мима. Тарат Мима – это очень просто устроенная книга. Это комментарий к Торе, где к каждому стиху собраны цитаты из Талмуда, как правило, или редко из Митраша, почти всегда из Талмуда, которые он считает нужным сюда предпослать. И краткие примечания, что хочет сказать автор. Вот такая вот книжка. То есть книжка, которая целиком устроена на цитатах. Вот цитаты из Талмуда, подобранные к данному месту. Хорошо очень подобранные. Вот теперь вот что такое класс. Хороший автор имеет полную возможность сам ничего не писать, а просто привести со вкусом, подобрать цитаты. Так вот, Тарат Мима – книга суперпопулярная. Как-то не странно, вот Тарат Мима, которая является набором именно вот таких цитат, является… Ну, у меня вот она обычно издается отдельно. Она маленького формата обычно издается. У меня маленького формата. Сейчас я попробую ее как-нибудь сделать видной. Значит, это Раши сверху. Под ним идет, собственно, вот это вот. Идут, собственно, цитаты, которые он приводит. А под ним идут примечания самого Рава Эпштейна. Рава Эпштейна знают… Ну, опять я для тех, кто более знаком с… Значит, это самое… Значит, это Раби Бару Галеви Эпштейн. Значит, он написал вот такую книжку. Книжка безумно популярна. И, скажем, все, кто хотят иметь хорошую связку Талмуда с текстом Торы. В общем, ее читают. Там еще очень дельное примечание самого автора. Рав Кашер – это уже вторая половина XX века – проделывает такую же работу. Он очень много медрошей, только он намного больше собирает медрошей. И там ценнейшие его примечания. Совершенно великолепные. Книга популярная. И, скажем, те, кто могут, ее имеют дома. Но еще раз напоминаю, в ней очень много томов. Это, ну, вот такая полка где-то получится у нас в результате крупноформатных книг. Значит… Но он сделал еще одну очень важную работу. Он издал Рогачевского Гаона. И он был, ну, редактором издания. И в конце он предложил целый том. Значит, основное название, чтобы было понятно, основное название книг Рогачевского Гаона – это Цафнат Пеанеах в тех или иных вариациях. Цафнат Пеанеах непереводимо – это древнеегипетский язык. Перевести это нельзя. По причине того, что этот тит – это то, что… Как называли Юсефа в Египте. Как в Египте называли Юсефа, вот его называли Цафнат Пеанеах. Прямо в тексте тура написано. Что это значит? Значит, ну, нетрудно догадаться так. Для меня достаточно очевидно, что Пе – первое – это дом. Анг чует в мое сердце, что это дом жизни. Пеанех – должно быть дом жизни, скорее всего. Цафнат не знает, что означает. Но дело в том, что в иврит два этих корня так или иначе попали, причем без всякой связи, по-моему, с Юсефом. Лефанеах – это расшифровывать. А Цафнат – это скрывать. Лицфон – это скрывать. В результате Цафнат Пеанеах – это, получается, что-то расшифровывающее тайное. Ну, вот Пеанох – это расшифровка в современном иврите. Значит, а между прочим, Цафен – это код. По этому поводу Цафнат Пеанех – это как бы расшифровка кодов. В современном иврите это именно так будет восприниматься. Так вот, это обычное название книг Рава Рогачевского гао. Минахем Кошер проделал важную работу. Он издал дополнительный том к собранию сочинений Рогачевера, где он собрал его взгляды философского плана. А именно собрал и изложил там, где он говорит о философии. Не о Галахе, а именно о философии. Причем заголовок читать – это просто оглавление, само оглавление. Просто это некоторое… На меня произвело это впечатление тихого… Я не знаю, какое литературное слово подобрать, потому что одни заголовки звучат совершенно фантастически. Например, глава «Что такое время?» Между прочим, 43 страницы. Общее и частное. Значит, причина и причинность. Количество и качество. Разделение, возможно ли расширение это самое. Революционные и эволюционные подходы. Это заголовки просто тем, которые подняты. И в конце «Вишенкой на торте» глава, которая называется «Мцеуд», то есть «Реальность». Что говорит Рогачевский Гавон о реальности? То есть само… Даже список заголовок просто не может не привести в восторг. При этом я человек достаточно занудный в некоторых отношениях. Я проверял Кошера по… Он ставит ссылки, откуда он берет из книги Рогачевина все эти вещи. Он безумно аккуратно проделывает. И он не фантазирует на тему того, что думает Рогачевин. Он очень аккуратный в этом отношении человек. И то, что он пишет, это и есть мнение Рогачевского Гавона. Значит, в конце Раф Минахемендер Кошер составляет отдельную брошюру, которая называется «Сто объяснений». И их читать – это просто отдельный кайф. К сожалению, у меня этой книги нет. В бумажном варианте я пользуюсь электронной. Видите? Этой книжки. Ну, электронной. ПДФ. Фотокопии. Но первый раз я ее видел на стойке в Ешиле, без обложки, без титульного листа. Я даже не знал, что это такое. И пришел состояние просто восторга от чтения. Вцепился, естественно, я в главу о времени. Что такое время? Это здорово, просто длинно. С хвостиком страниц излагать хорошо иллюстрированный подход Рогачевского Гаона к понятию времени – это дело то еще. Я бы сказал, что Рогачевский Гаон, вообще-то, он действительно мыслитель, великолепный мыслитель XX века. К сожалению, мало известной широкой публики, что не может не огорчать. А для того, чтобы получить удовольствие от того, от стиля, с которым мы имеем дело, я просто буду зачитывать короткие отрывки. Они словарного типа составлены Равом Кошером. И вот цитата по разным поводам про Рогачевского Гаона. «Меосворот», которое приводится, это как раз вот что такое хорошая еврейская голова, по моему, иллюстрация к теме, что такое хорошая еврейская голова. Все на свете должно иметь два объяснения как минимум. То есть не может существовать какая-то реальная вещь, чтобы она имела только один аспект. Должно быть два, как минимум. И, собственно, вся эта подборка посвящена 100 ключевых словарных статей, связанных с двумя подходами. Давайте примеры, и, по-моему, это читать некоторое удовольствие. Итак, «Иссурда Арайта и ссурда Рабанан. Запрет Торы и запрет постановления» Рогачевер считает следующее, что все законы Торы являются обязанностью либо человека, наложенного человека, или на вещь, как обращаться с той или иной вещью, или как обращаться с тем или иным временем. То есть, ну, это классика, это то, что я многократно повторяю цитату из книги Яцера по поводу того, что 32 тайных пути, которые всегда проявляться должны в трех сферах, не сферотных, а именно в сферах, а именно… Значит, ну, в физической реальности, в душе и во времени. Так вот, у Рогачевера это приобретает форма закона Торы касаются души, времени и мира, тогда как запреты мудрецов касаются только людей. Они не могут никак исправить вещи. И далее идет ссылка, я не буду ее, я не буду зачитывать. Значит, но, по-моему, уже это заслуживает, я не знаю, вот теперь вопрос о вкусах. Мне кажется, что это заслуживает внимания, потому что как бы мы вдруг понимаем вещь, которая, например, вот до чтения этого текста, мне в голову не приходило, что рабонан, мудрецы адресуются только к людям, но не пытаются исправить в каббалистическом смысле или усовершенствовать вещи или время. Вот здесь слабость рабонан, они не создатели мира, они имеют власть, постанавливают, но эта власть касается только людей, не касается ни времени, ни мира. Вот давайте я не особо буду шибко расплываться мыслью по древу, а просто буду читать дальше. Значит, закон, который требует уничтожения или пренебрежения Авода-Зара. В этом идолопоклонство или предметы языческого культа. Здесь есть две стороны. Одна – это требование Писания, которое требует действия. Второе действие требует действия, а именно просто уничтожить. Вторая вещь состоит ровно в том, что в дальнейшем больше ей не поклоняться. Вот замечу, вот два подхода. Одна касается вещи, а одна касается времени. Вот это правило закона вторых, она действительно хороша, потому что с одной стороны ее следует уничтожить, с другой стороны ее запрещено поклоняться в дальнейшем. Третья вещь. Как известно, нет строительства храма по ночам. Закон, известный в Талмуде, многократно повторен, что храм по ночам не строят. Вот теперь есть второй закон, который говорит, что то, что необходимо для жертвоприношений, можно делать по ночам. То есть готовиться к жертвоприношениям по ночам можно. Почему? Дает вопрос Рогачевер и дает простой ответ. Потому что храм – это то, что еще… Строительство храма – это строительство того, что еще не освящено. Жертвы уже есть освященное место. Значит, то есть у вас принципиальный момент состоит именно в… Уже прошло освящение или еще нет. Пока храм строят, нет освящения, поэтому ночью там, где святость не объявлена, человеку делать нечего. Когда святость объявлена, когда святость уже осуществлена, можно с этим работать. По-моему, это некоторое указание. Я просто считаю, что тема для медитации очень ценная, очень полезная. О герах. Значит, вот теперь вещь, которую куча народу как-то не очень хорошо понимает, все знают, что такое ги-юр и принятие в иудаизме. И, естественно, у современного человека возникает некоторая проблема, которая состоит в том, что… Это у меня на душе, зачем мне нужно судебное решение. Как известно, ги-юр проходит только в суде. Для этого нужно составить суд. Значит, причем суд должен быть нетривиальным. Для кучи вещей суд можно составить вот три человека, позвать и сказать, что мы теперь судим. Поэтому для ги-юра этот суд вообще не работает, будет не работать, не будет работать. Значит, по этому поводу, для того, чтобы осуществить ги-юр, нужно две вещи. Одна – то, что должен сам сделать гер, а именно он должен… Вот тут очень интересно, лэ-гэ-гэ-рот-ац-мо, он должен сам пройти ги-юр внутренний, а именно он должен сам объявить, что он это хочет и принять такое решение. Но, с другой стороны, нам необходим суд для того, чтобы провести ответное действие со стороны народа. Значит, по этому поводу нужен две действующие силы. При этом, при отсутствии одной из них герут не проходит. Невозможно провести насильственный ги-юр, потому что у вас не будет действия со стороны принимающего или вступающего. И невозможно сделать самостоятельный ги-юр, потому что у вас нет действия. Действия – это сам. Значит, воспитание. Есть два аспекта. С одной стороны, ребенка надо воспитывать, а с другой стороны, каждому человеку возложена обязанность учить. Вот это действительно здорово, потому что, с одной стороны, взрослый, который учит ребенка, он выполняет обязанность, которая возложена на нем, а с другой стороны, ребенок как объект, с ним надо что-то делать, а именно воспитывать. Это две разных вещи. Одна – это обязанность человека, вторая – это обязанность вещи, которой является ребенок, и в некотором смысле он вещь. Значит… Значит… Значит, ценнейшее замечание. В чем разница между кавана и махшива? Махшива, извините. Кавана обычно переводится как намерение или интенция, а махшива – это мысль. По этому поводу классическое совершенно определение. Мысль – это то, что человек замыслил сделать, а кавана – это то, ради чего он это делает, какова цель. То есть, это действительно довольно важное такое определение. Накид. Накид. Это можно обойтись. Пророк. Есть два определения слова «пророк». И из этого вытекает некоторая разница. Как мы помним, в Торе есть два термина для слова «пророк». Есть слово «хозе», а есть слово «нави». «хозе» – это видеть в арамейском языке, но в иврите оно переходит на уровень… Тут сложность некоторая. В библейском иврите – это предвидеть или очень пристально смотреть. В мишнеидском иврите – это повседневное смотрение, а сегодня это опять назад вернулось к высокому значению. Значит, «хозе», он в данный момент ничего не пророчествует, а говорит то, что видел в пророчестве. Тогда, когда говорится слово «хозе», это рассказ человека, который что-то видел в пророчестве. Главное состоит в следующем, что ситуация с пророком состоит… Надо сказать, что там действительно довольно длинная тема с пророками, и всегда вопрос… Есть заповедь Торы – верить пророку. Человек, который не верит пророку, он нарушает прямое повеление Тарта. И здесь возникает вопрос, как определить, что кто-то пророк. В Талмуде есть длинная история по поводу того, что пророка определяет суд, и должно быть судебное решение о том, что такой это пророк, но я не уверен, что на практике это так и делалось. Значит, краткое содержание вообще мысли состоит в следующем. Что как бы пророк, он, когда говорится пророк, которому надо верить, это человек, которому все верят, что он пророк. Вот это вот довольно любопытная вещь. Мы обязаны верить словам пророка, если мы верим, что это пророк. Вот дальше начинается совершенно другая тема, а именно, каким образом мы приходим к тому, что начинаем верить, что это пророк. Вот чем полезно читать Йосифа Розена? Он очень ясно мыслит, но ясное мышление, оно у него сложное, оно ясное и сложное. И вечная проблема две темы. Значит, я обязан верить пророку, но вопрос, почему я должен верить, что он пророк. Вот это двухэтажное построение необходимо совершенно. По этому поводу в законе, в Галахе различается пророк Мухзак, тот, которого все верят, что он пророк, и пророк, который не Мухзак. Значит, по этому поводу, откуда, значит, Мухзак – это тот, кому уже верит, что он пророк. Каким образом либо его прошлые пророчества выполнились, либо регулярное требование второе – просьба человека, который претендует на пророченное звание – дать знак, дать знамение. Как правило, это просьба продемонстрировать, что он что-то может. Вот здесь начинается действительно большая сложность, и мы видим, как это выглядит. На примере пророка Шмуэля, где немножко в сложную тему входим, но пророчество выглядит следующим образом. Если человек настоящий пророк, он получал пророчество от Всевышнего, это не может не отразиться на нем. Он приобретает дополнительные способности. Замечу, это способности, которые получает пророк, но они не являются пророчествами. Вот пример Шмуэля классический, когда Шауль бен Киш, будущий первый царь Израиля, идет искать ослиц, и они приходят к пророку Шмуэля, чтобы он помог. Вопрос, чем заняться? Ответ – найти нам ослиц, которые тут потерялись. Нужно ли для этого пророческий да? Ответ – нет, не нужно. Потому что обратиться к Всевышнему, где ослица – это как-то никакие ворота не есть. И довольно очевидно. Тем не менее, способность найти потерянных ослиц у пророка Шмуэля есть. Вот это и есть то, о чем мы говорим. Пророк, настоящий пророк получает некоторые дополнительные возможности, те, которые заставляют Раби Гуду Галеви объявить, что пророк – это пятое состояние вещества, квинтэссенция, а именно неодушевленные предметы, растения, животные, человек – пророк. Пророк – это как бы пятое уже состояние вещества. Значит, так вот. Теперь, по этому поводу у нас есть довольно любопытный вопрос. Данный момент, который, опять, без Рогачевера было бы не понять. Идея состоит в следующем. Что пророк, который мы слушаться должны, когда он говорит, я в данный момент пророчествую. Вот не рассказываю о том, какое у меня было пророчество. «А я в данный момент являюсь пророком». Вот рассказать, что было в прошлом, он может. Это может быть пророчество. Но слушаться его или нет – это совершенно не обязательно. Но в тот момент, когда пророк заявляет, что я в данный момент то, что я излагаю – это пророчество, и это надо слушать, вот с этого момента мы получаем пророчество. Дальше он может рассказывать все, что хочет, и это совершенно не важно. Кстати, по этому поводу… Значит, дальше. Рэй Меклад… Значит, Рэй Меклад… Напоминаю закон, что в Эре Цесраэль должны существовать и города, которые являются убежищем для непреднамеренного убийцы. То, естественно, совершенно очевидно, что пребывание убийцы в Аре Меклад, в городах-убежищах, является, с одной стороны, ссылкой, и в этом смысле она является копорой, искуплением за совершенное им деяние. А второе действие ГДР Гагана – там он защищает от ростителя. Надо сказать, что тюрьма, пребывание преступника в тюрьме, как-то никогда мне в голову не приходилось, что, с одной стороны, это понятное искупление греха, как задумывает законодатель. Но, с другой стороны, это место, где преступника защищают от граждан. Потому что, если его не сажать в тюрьму, то его надо убивать в качестве защиты общества от него. А это, как бы, в наше время считается нехорошо, да и не за все преступления стоит это делать. Довольно приятно читать неокономиста объяснение о том, что деньги являются, с одной стороны, средством измерения, средством, как экономика у нас называется, деньги, как средство измерения. И стоимость вещей. А с другой стороны, это покупательное, что они именно существуют как способ покупки. Ну, вот где-то стиль вы поняли. Надо сказать, что все остальные, вот если читать длинные его статьи, то вы увидите точно так же. Как правило, это действительно довольно сложное рассуждение и практически всегда о двух противоположностях, которые нужно осуществить. Значит, стоит читать. Ну, вот для того, чтобы, может быть, давайте чуть-чуть более сложную вещь. Значит, 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 давайте я просто буду зачитывать некоторые заголовки, это самое, как называть, Рошей Пракин, название глав. Значит, значит, вопрос является ли время непрерывным, а именно состоит ли время. Вот когда-то эта тема обсуждалась. В наше время эта тема почему-то опущена довольно серьезно, а когда-то эта тема обсуждалась. И в основном пик обсуждения этой темы приходится на век 9, 10, 11, 12, 13 еще. И обсуждалась она почему-то именно в арабском мире в основном. А именно у греков было подцеплено, у Зимана Александрийского, естественно, мысль о том, что должна существовать мельчайшая частица грехи. Значит, по этому поводу понятие атом, когда вы читаете у греков, надо понимать, что практически всегда все, кто считает, что существует атом, считает, что должен существовать атом времени еще. То есть существует единица времени, далее неделимая. И, собственно, выход из парадоксов Зинона, который он предлагал, и ради чего вот это догонит ли Ахиллес черепаху, парадокс о стреле, все эти довольно знаменитые парадоксы, они как бы решались у Зинона самым простым образом, а именно, что время нельзя делить непрерывно, в какой-то момент дальше делить ему будет нельзя. По этому поводу вы выходите из всего. Ну, не нужно объяснять, почему это выход действительно из парадокса, или мы обойдемся без этого. Значит, здесь надо понимать совершенно простую вещь, что Рамбом придерживается, он против атомической теории очень сильно был. Надо сказать, что в том смысле, в каком обсуждается атом, кстати, в те века, о которых я говорю, в античное время, в наше время теории атома нету. Чтобы у вас не было никаких иллюзий по этому поводу. Это полноте... Марксистам можно было говорить о том, что древние предугадывали атомарную теорию, не предугадывали даже близко. Они на атомы делили пространство, а не материю. То есть материя у них была неразрывна с пространством, но по этому поводу атом, в смысле современной физики, древние, там были подобные теории, но они совершенно по-другому выглядят. Это не тема атомов древних. Но тогда довольно активно обсуждалось вопрос о делимости времени и возможности делить время. По этому поводу Рамбом, кстати, так как он аристокельянец, он, естественно, чуть-чуть другое. Так вот, Рогачайвер утверждает, что согласно Рамбому, вот теперь аккуратно, существует как бы два типа времени. Одно время, материальное время, физическое, что оказается другого времени, то когда речь идет о времени, о котором говорит Тора, то в большинстве мест, когда говорится о времени, то подразумевается не время физическое, а время восприятия людей. По этому поводу очень много законов, дальше приводится огромное количество примеров, где время определяется не только физическим образом, но и временем восприятия. По этому поводу, и причем регулярно время восприятия оказывается важнее, чем время физическое. Там довольно много примеров по этому поводу, я не буду их приводить, но, значит, у Братцовского Реды в реакции на эту тему, когда он говорит о том, что время чисто субъективный момент, он говорит именно про чисто субъективное время, он говорит, иллюстрацию приводит, как во сне в один момент проходит огромное время. По этому поводу он-то как раз всегда считает, что для жизни субъективное время несравнимо важнее физического. Другой разговор, что физическое время нам нужно для синхронизации действий между разными людьми, чтобы некоторые вещи приходится делать одновременно. Но если у вас нет другого человека, то время как бы становится несущественным, и на первый план выходит чисто субъективное время, а не время объективное. Ну вот так вот, чтобы получить представление, с кем мы имеем дело, я советую достать книгу не самого Рогачевера, она еще раз, ее трудно читать, она предполагает квалифицированного занудного читателя с хорошей библиотекой или потрясающей памятью, которая помнит все многочисленные источники, на которые ссылается автор. А он, еще раз, ничего не любит, просто поставить ссылку и сказать, посмотри, там все поймешь. А взять книгу Метанер Цфонот, Рава Кашера, почитать, получить удовольствие и от Рогачевера, и от Менахама Кошера, или Кашера, которые два очень талантливого человека, два гения объединились в одной книжке, чтобы получить некоторый единый результат. Я эту книгу рекомендую для всех, кто интересуется физикой в аристотелевом смысле, в смысле понять, как устроен мир физикой не школьной и институтской, а физикой как частью философии. Я напоминаю, что когда-то физика была частью философии, и она осталась, кстати, частью философии, то есть в философии есть своя физика. Она, естественно, зависит от науки, но она есть. Так вот, тем, кто интересуется физикой как философией, я эту книгу всячески рекомендую, потому что это здорово и обоснованно. Ну вот, не знаю, насколько вам было интересно, я просто этого автора люблю. Народ, во-первых, вопросы. Во-вторых, у меня у самого как-то вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот, скажем, в современной шкале иерархии комментаторов, обсуждаемый комментатор, какой он занимает более-менее... Сейчас я... Роговчевер очень маленький, слишком сложен. На самом деле, Роговчевера надо вернуть на стол, но для этого нужен еще один человек, который возьмет его, например, комментарий к Торе и переведет его со сложного внутреннего вида в прямо выводы изложек. Вместо того, чтобы все эти построения, довольно сложные аргументации, которые он там приводит, они еще раз... Вы видите, что человек не может мыслить одновекторно. Вообще так не мыслит. Он всегда многовекторное мышление. И в тот момент, когда появится человек, который такую работу проделает, я вас уверяю, что Роговчевер вернется на стол очень серьезным образом. Но точно так же, как Рава Гирша во второй половине XX века, он был известен именно как автор хоров или Игоря Цифонот, по-моему, называется его главная книжка. Но в тот момент, когда современный, очень удачный перевод с немецкого, его комментарий к Торе вышел не встречать, то его слава выросла сразу кратно. Точно так же иногда вот случается, когда хорошее издание, а она возвращает автора. Вот я напоминаю, что где-то в 80-х, 90-х годах Рамхаль был одним из, ну вот, законодателем всего на свете. И его читали все. А причина тому была очень простая. Рамхаля знали и до этого. Но не все читают. И он не был столь популярен, как вдруг в 80-е, 90-е годы Рамхаль вдруг стал самым обсуждаемым. И лекции по Рамхалю читали, по-моему, все приличные люди, слушали все приличные люди. Но история выглядит очень просто. В те годы стало выходить очень классное издание Рамхаля. Рамхаля вышло суперклассное издание с ним. И там были сноски, очень короткие, очень толковые сноски, которые объясняли мысль и ставили ссылку, куда, где, если тема не очень понятна, где она подробно раскрыта у Рамхаля. И его популярность выросла кратно сразу же. То есть вот это хорошее издание, оно регулярно играет очень большую роль. Точно так же. Вот Мэйри, я всегда привожу, это 15-й, по-моему, век, на него ссылки были когда-то, и он считался очень толковым автором, но малоизвестным. Дело в том, что Мэйри написал очень хороший комментарий к Талмуду. У него был комментарий к Пеке Абот и еще пару хороших книг, но книги выходили отдельными тонами, а он довольно длинно пишет, поэтому каждому Талмуду нужна отдельная книга. Он выходил отдельными книгами, и с Квозновой Мэйри долго не было. В 50-х годах 20-го века Бейт-Габахера, так называются его, из его собрания сочинений, вышел целиком. Так вот, до нынешнего дня любой толковый человек регулярно, когда говорит о том или иной части Талмуда, Мэйри как бы лежит на столах. На него смотреть, что он сказал, как бы обязательно. То есть он вошел в плеяду величайших комментаторов, и все дело было в том, что было издано, наконец-то он стал общедоступен. Это была не редкая книга, которую не каждый может достать, а это была книга, доступная всем только стала. И правда еще произошла одна вещь, с этой книгой Мэйри очень важная. Он пишет в таком стиле, что 20-й век просто в восторг приходит от этого стиля. Он безумно ясен для 20-го века, потому что у него стиль изложения выглядит всегда так, с тем комментариям. Он вначале излагает общие принципы, на которых построена тема Талмуда, и после этого переходит к объяснению темы. В наше время такой подход очень нравится всем. 20-й век как раз этот подход очень любит. Ты изложил в предисловии общие принципы, кратко, он умеет кратко излагать общие принципы, а потом изложить, как это в теме отражено. В результате популярность Мэйри запредельно до сих пор, вот ее уже на 70 лет хватило, это после наконец-то был издан полный Мэйр. То есть такие вещи надо просто принимать во внимание. Рогачавера редко ссылаются, на него ссылаются люди, склонные к философии, и главная проблема в том, что его просто тяжело читать. У него проблема стиля. Но вот где есть такая проблема стиля? Например, вот в университетах книга Гутмана «Еврейская философия» как бы обязательна. Ну, на еврейских факультетах еврейской традиции. Проблема с этой книгой одна. Ее на еврит перевел сам автор. Ничего чудовищней нет на свете. Это чудовищный еврит. Причем это, когда я говорю, что чудовищный еврей, то вы учтите, что я свободно читаю все пласты языка. А он написан вне пластов языка. То есть это какой-то чудовищный язык. По этому поводу ее надо перевести по-новому. У него оригинал немецкий. Но никто не решается перевести по-новому, потому что у вас перевод автора. Это как бы книга данного автора. Как вы можете перевести по-новому, если автор написал ее на еврите? Ее надо переводить. Ее надо перевести еще раз. Просто взять немецкий оригинал и перевести на человеческий язык. Я надеюсь, что кто-то все-таки наберется наглости и это сделает наконец. Но до тех пор, пока это не будет сделано, это из-под палки. Студенты несчастные воя пытаются читать эту книгу. Причем воя. Причем на уровне таком, что один мой однокурсник просто сказал, что он немецкого не знает, что иврит такой, что он предпочел взять английский перевод. Что он просто предпочел взять английский перевод. Он яснее. А английский перевод существует? Существует, нет. Это суперклассика. Гудман перейдет практически на все языки мира. Дело в том, что это очень важная вещь. Это был пик немецкой философии начала 30-х годов 20-го века. Забыл какой университет. Мюнхенский. Не помню какой. Мюнхенский. Не Гейдельберг, по-моему, Мюнхенский. Решил издать многотомную историю философии. Первыми были заказаны два тома. Один том, вот этот гудмановский, еврейская философия. А второй тут, я не помню фамилию просто уже, но он тоже суперклассик. Это индийская философия. Фамилии индийской я никогда не мог хорошо запоминать. Так вот, после этого нацисты пришли к власти и на этом все это прекратилось. То есть из всего великого собрания в 30 томов, которые было задумано, там, философия Канта, философия Канта, ничего этого не осуществилось. Философия Аристотеля. Осуществились два тома. Еврейская философия и индийская философия. Индийская философия, например, была переведена в Советском Союзе, по-моему, уже в 30-е годы. Она сразу же, ее учат все заинтересованные лица. Я ее видел, вот это старое издание, и это суперклассика, переведена на все языки мира. Человек, который пишет, он как бы учился в европейских университетах. Он индус, который учился в европейских университетах еще. То есть такое очень важное сочетание. То же самое Гутман. Он написал еврейская философия. Это такая же суперклассика, переведенная на все языки мира. То есть он до сих пор, замечу, книга написана уже скоро 100 лет, но он остался вот такой неприходящий научный классик. Это довольно важная вещь. Но для того, чтобы он стал популярен, ее надо просто перейти на человеческий еврей. С того чудовищного языка, на котором он написан. Так что, ну вот так где-то. Можно спросить? Да. Я просто пропустил начало там. Вы бы не могли сказать хотя бы в двух словах, чем связан переход к проблеме философской времени? С чем он вызван? То есть в вашем разговоре. Дело в том, что я зачитывал книгу некоторую Рогачевского гаона. И я упоминал, что там есть 40-страничное эссе о времени, о взглядах, о том, что такое время и как время преобразуется в Галахе и в еврейской философии в разных источниках. Где время как физическая данность, время как субъективное время, это Галахе где. Третье, на самом деле, есть еще очень важная вещь дробимость времени и каким образом время дробится. Причем, ведь вопрос времени, он имеет вот что такое классный автор. Я напоминаю, что, например, вопрос времени, он связан с такой Галахой, как Галаха о взятии процентов. Там есть тема времени довольно важная. по этому поводу она незаметна, потому что все привыкли к экономическим подходом. Но дело в том, что Рогачавер всегда мыслит именно так. Ему нужно понять вот это подводное состояние, философское осмысление того, чем мы занимаемся. И только после этого он будет готов обсудить, как это преломится в Галахе. значит, ну, например, вот я не могу не привести заголовок статьи «Время делимо» или «Это единое целое», в котором мы ставим метки. Там следствие начинается в законах, связанных с жертвоприношениями. и вот ну, вот такого рода вещи. Значит, далее идет довольно длинное объяснение по поводу почему, каким образом во времени мы выделяем субботу и емки-пу. И, например, по утверждению Рогачевера, емки-пур является одной точкой и время емки-пура не разделяется. То есть, как бы, это единый момент, а продолжительность времени внутри емки-пура, в физическом мире емки-пур как бы единый момент времени, а его продолжительность это субъективное время. суббота ровно в обратном смысле, ровно обратная вещь, каждый момент субботы это отдельная данность. там длинно красиво, сложно просто читать такого рода сложные тексты. Но я просто не успею прочесть их за час. Спасибо. Я понял с чем связана проблема интересного. Это надо конкретные примеры разбирать, конечно. но согласитесь, что на самом деле сама мысль о том, что емки-пур это один момент субъективно тянущийся, объективно один, а суббота она разделенная, и каждый момент суббота существует отдельно, уже само по себе есть тема для подумать. Ну да, но это в общем-то отдельный подход, потому что в теории есть календарь, то есть есть календарь, и там все расписано. Вы просто пропустили, я говорю по этому поводу, что надо понимать некоторую вещь, что есть два, я еще раз повторяю, мы говорим про Рогачевера, который многовекторно мыслит, он никогда вот, вы сказали правильную вещь, что есть календарь, но Рогачевер мыслит многовекторно и всегда видит по-разному одно и то же, он всегда говорит, что есть два взгляда. То же самое, что на самом деле, я думаю, что это его влиянием, всегда утверждаю, что вторая, когда приводят мотивы объяснений тому или иному явлению, если вы внимательно будете читать, вы обнаружите, что есть два разных перпендикулярных объяснения, два разных. Это стиль Торы и, например, два объяснения, почему 40 лет скитаяния по пустыне. Одно земное народ не готов воевать, второе небесное еще не исполнился грехом и рейца. Второй какой-нибудь пример, я могу много примеров такого сводка переведения. Ну, например, земное объяснение, земное изложение законов седьмого субботнего года в книге, в главе Мишпатин, в книге Шмот, где человек призывает помочь ближнему, и небесное объяснение законов седьмого года и помощи ближнего в книге Воикра, где как бы вообще изымается понятие частной собственности. Это нормальный естественный для того. Таких примеров я могу множить, но Рогачевер мыслит именно вот таким способом, и поэтому когда бы ему возражать практически невозможно, потому что он ну, то, что называлось держит веревку с двух концов. Это нормально, в общем-то, для такого текста, то есть это не логический, формально-логический текст. Нет, это формально-логический текст. Где тара? Тара это в таре очень долго. Я не буду сейчас останавливаться на том, что такое гармоника. Ну, Она логична, но у нее логика чуть-чуть другая. фуф, долго не хочу входить в тему герменевтики, слишком длинная тема. Это называется амифологическая конструкция. Это мифологическая конструкция, а не логическая. Нет, это не мифологическая конструкция, долго объяснили. Нет, это называется. Я знаю, о чем вы говорите. Вопрос о том, что слово миф, одно замечательное слово, я знаю все определения мифа, которые друг другу противоречат. Все, каждый каждому. И ничего. По этому поводу сказать, когда вы говорите слово мифологически, пожалуйста, указывайте в смысле кого вы употребляете. Это не связано со словом миф, это связано с тем, что есть противоположности, не так, как в формальной логике. Они принимают ситуации. Есть диалектическая своего рода логика, а не формальная логика. А формальная логика нигде не применима на самом-то деле. Ну, почему? Вся математика не держится. Нет. Нет. Поверьте. Ну, большая часть. Математика к мышлению не имеет никакого отношения. Математики мыслят не по законам математической логики. Это любое дело. Страшную тайну математики не мыслят по законам математической логики. Теоремы доказываются. Никогда. Никогда. А что же это за труд Рассела Вайтхеда, который построил всю математику на основе логики? Долго я не хочу, я не собираюсь заниматься метаматематикой. Но, поверьте на слово, математики не мыслят методами математической логики. Я не говорю, как они мыслят, я говорю, результат. Результат должен быть приезжаем методами математической логики. И не мыслят, но правило математики звучит так. После того, как доказательство построено, его можно восстановить в терминах математической логики. Да, он может расширяться. Но это никто этим не занимается. Я сделал свою геометрию, а Лобачевский Реман добавил другую геометрию. То есть, это все продолжение логическое. Аккуратно. Пожалуйста, по тематикам, послушайте, я ведь по первому образованию математик, поэтому аккуратненько немножечко. Я не согласен с тем, что вы говорите, но мне очень долго, я не хочу эту тему говорить. Ну, хорошо, не буду наблюдать. Окей. Окей, давайте на этом сегодня закончим. Ладно, закончим. Мейер, спасибо огромное. Попробую в следующий раз взять кого-нибудь менее экзотического, чем Рогачавер. Думаю, что следующий, наверное, должен быть Раф Соловейчик. Хотя, с другой стороны. Ну да, посмотрим. Ладно. Всем всего доброго. Окей. Шаба чалом. Всем счастливо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова